Капитальный ремонт детского сада и высокие тарифы на электроэнергию для сельских бизнесменов. Эти вопросы обсудили представители власти с жителями Харуты. Губернатор Ненецкого округа Александр Цибульский и председатель регионального парламента Александр Лутовинов побывали там в день празднования 122-летия поселка. Далее все подробности. Хороводы, песни и пляски. День рождения поселка харутинцы, как и положено, отметили с размахом и душой. На праздник прибыло много гостей, в том числе и представители власти. У харуты есть абсолютно особый дух. Сюда приезжаешь и понимаешь, что здесь живут люди, которые по-настоящему любят этот поселок. Когда ты приходишь, к сожалению, довольно старые здания, школы, детского сада, клуба, несмотря на то, что мы обсуждаем о том, что их надо обновлять, поезде. Я говорю, вы знаете, несмотря на то, что им много лет, чувствуется, что люди, которые здесь работают, относятся к ним с душой. Здесь все убрано чисто, красиво, и та атмосфера уюта, которая создана внутри, заставляет ощущать себя там, как дома, и совершенно не хочется уходить. Мы действительно сюда приехали с хорошим настроением и уедем отсюда, наверное, с практическими результатами. Вот тот лозунг, который здесь написан, «Живи и процветай, харута», я думаю, что он тоже у нас и обязательно воплотится в жизнь, потому что поселок был, есть и будет, и будет строиться, и развиваться. В рамках рабочего визита делегация осмотрела временное помещение для детского сада. Оно расположено в начальной школе. Здесь к началу учебного года покрасили стены, постелили линолеум. А вот в старом здании работы еще не початый край. Два корпуса 60-х и 70-х годов постройки в плачевном состоянии. Завершить ремонт должны к декабрю, только подрядчика харутинцы не видели, не слышали. Наша минар, к сожалению, выиграл подрядчик, который пришел с падением цены Архангельский. И как бы мы ни увещевали, тем не менее, он так и не начал рассказывать нам сказки о том, что нет, сейчас я начну, но тем не менее так и не вышло. Сейчас мы будем принимать меры, расторгать контракт, соответственно, торговать новый. Но теперь, видимо, капитальный ремонт получится только после того, как будет... Вот мы отторгуемся сейчас, но начнут, конечно, тогда, когда смогут в соответствии с логистикой завести сюда материал. В ходе встречи с властями представители потребкооперации озвучили одну из самых острых проблем на селе. Высокие тарифы на электроэнергию. Глава региона, в свою очередь, отметил, что подобные заявления поступают практически из каждого населенного пункта. Александр Цибульский дал поручение разработать меры по снижению стоимости электричества для сельских бизнесменов. Соответствующие поправки к окружному закону администрация региона направит в парламент в ближайшее время. Предполагается, что изменения вступят в силу с ноября 2019 года.